Все мы чаще или реже пользуемся услугами такси. И, конечно, хотим, чтобы нас довезли быстро и безопасно. Но таксист таксисту рознь. Не все частные перевозчики работают по закону. Областное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры совместно с ГИБДД и администрациями муниципалитетов регулярно проводят рейды по выявлению тех, кто нелегально перевозит пассажиров легковыми такси. Очередной такой рейд прошел на Фряновском шоссе. Вот так должен выглядеть правильный автомобиль такси. Узнаваемая раскраска, полоски шашечки, желтый или оранжевый фонарь на крыше. Это внешне. Помимо этого автомобиль должен ежедневно проходить предрейсовый осмотр механики. Водитель – медицинский осмотр. У него должно быть разрешение Минтранса на осуществление деятельности. А вот если нет ничего, кроме фонаря с шашечками на крыше, это уже повод инспекторам проявить к такой машине повышенное внимание. Вот два водителя остановлены и ожидают оформления протокола об административном правонарушении. Обратите внимание, на самом деле, сейчас как раз они сняли, были как раз шашками. То есть, соответственно, они не разрисованы, как положено. То есть, соответственно, законодательство желтый или белый цвет не имеет полоски. Соответственно, их обозначить не надо, как такси. Легальные таксисты могут быть индивидуальными предпринимателями или сотрудниками транспортного предприятия. Нелегалы, как правило, обычные бомбилы, как их называют в народе. Пользуясь таким такси, пассажиры подвергают себя потенциальной опасности. Откуда они знают, что за человек за рулем? Да и таксисты тоже не застрахованы от неправомерных действий пассажиров, в случае чего защитить их некому. Нарушители привлекаются к административной ответственности, а транспортные средства отправляются на штрафстоянку. В итоге приходится платить и штраф, порядка 10 тысяч рублей, и оплачивать услуги эвакуатора и время на спецстоянке. Не всегда водители-нарушители реагируют спокойно, когда их останавливают. Один пытается спрятаться от видеокамеры, другой вообще разыграл целый спектакль. Его остановили с тремя пассажирами. Представитель Минтранса заглядывает в машину и обнаруживает в салоне желтый фонарь с шашечками. Эти шашечки продаются в любом магазине, они валяются на дороге, они ни о чем не говорят. Шашечка имеет место, когда она стоит на крыше автомобиля. Пенсионер ни в какую не соглашается с тем, что он что-то нарушил. Более того, пытается уехать и даже не сразу останавливается, когда инспектор ГИБДД фактически собой перекрывает ему дорогу. В итоге его все-таки заставляют развернуться и припарковаться на другой стороне дороги. Мы ввели транспортное средство с опознаванием фонарем оранжевого и желтого цвета на крыше. В общем, машина за это была восстановлена. Нарушитель продолжает упорствовать. Пассажиров подвозил якобы бесплатно, а фонарь такси лежал в салоне. Но ему предъявляют неопровержимые доказательства. Минутами ранее его автомобиль уже попал в поле зрения инспекторов, и фонарь был на крыше. Они сели ко мне в машину, попросили подвезти, я их подвезу. А потом вдруг оказалась шашечка. Вот данная машина стоит во Фрязино, на трассе, с шашечкой на крыше. Так они же мне поставили. Смешно, если бы не было так серьезно. Доказательством незаконного извоза становятся и письменные объяснения пассажиров, как оказались в машине, сколько запросил водитель за проезд. В результате за дело берется эвакуатор. И водителю-нарушителю минимум неделю придется ходить пешком. Это если он согласится с составленными административными протоколами и вовремя все оплатит. Да, кстати, как рассказали представители Минтранса, сегодня оформить и получить разрешение на перевозку легковым такси можно в течение суток, предоставив необходимый пакет документов. И зарабатывать законно. В противном случае частный извоз может обойтись гораздо дороже. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.